МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водителя управления Росреестра по Алтайскому краю Елены Бандуровой. Елена Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, действительно ли получается, что этот закон приводит систему к режиму единого окна, так? Да, действительно так. С 1 февраля вступили изменения в основы законодательства в нотариате. Вот эти поправки обязывают нотариусов при удостоверении договоров, связанных с недвижимостью, а также при оформлении наследства. Вот подавать документы в электронном виде, вот, о государственной регистрации прав в Росреестр. То есть получается, как приходит гражданин, например, совершать сделку к нотариусу, либо потенциальный наследник, нотариус подает ему документы, оформляет документы, и в тот же день подает заявление от имени этого гражданина на регистрацию его права. То есть это делает сам нотариус? Делает сам нотариус. То есть гражданину никуда ходить больше не нужно. Он пришел к нотариусу, документы ему сделали, отправили на регистрацию, потом приходит к нотариусу обратно за получением готовых документов. А для чего это сделано? Это для того, чтобы исключить хождение граждан по инстанциям, потому что, как было раньше, после нотариуса должен был пойти в МФЦ, сдать документы на регистрацию права в МФЦ, потом прийти снова в МФЦ, их получить. То есть сейчас система упрощается, то есть нотариус в одном лице совершает все действия от имени заявителя. Часто же бывает, что базы не совпадают, одни знают, другие не знают. Не произойдет ли каких-то сбоев? Действительно ли уже отлажена эта система или пока она тестируется? Ну вообще с нотариусами мы взаимодействуем в электронном виде уже не первый год. И, к примеру, только за прошлый год, 18-й год, нам от них поступило больше 10 тысяч заявлений в электронном виде. И все они были нами отработаны в установленные сроки. А срок по закону составляет один рабочий день всего-навсего. Поэтому говорить о каких-то сбоях, я думаю, что не нужно, потому что процесс уже идет, то есть давно. Но и вот, начиная с 1 февраля, когда такие поправки вступили в силу, вот, уже к нам поступило более 600 пакетов электронного виде от нотариусов. То есть мы все их отработали в один рабочий день. Раньше эта услуга была платная, теперь она условно, так скажем, бесплатная. За что все-таки осталась плата клиента? Значит, нотариус платит пошлину нотариусу на совершение действий нотариальных. Вот. Подача документов нотариусам от имени гражданина, она бесплатна. Вот. Плюс есть экономия по оплате госпошлины за регистрацию. То есть 0,7%, 0,7%, коэффициент 0,7%. То есть на 30% пошлина меньше. Поэтому сплошные плюсы. Вот все же хотелось бы коснуться момента технического. Все-таки техника есть техника. Одно дело, когда бумажки все подшиты, да, и они лежат. Техника всяко бывает, может дать сбой. Вот если это условно произойдет, каким образом будет организованная работа? Если нотариус не сможет подать документы в электронном виде, он обязан в течение двух рабочих дней сдать документы на бумаге на функциональный центр. Имени заявителя. То есть все равно гражданину никуда ходить не нужно. Должен сделать нотариус. Я правильно понимаю, что теперь все документы, или большая часть таких документов будет регистрироваться в электронном виде? Или это все-таки переход постепенный? Нотариальные документы все. Плюс, если говорить про другие категории документов, которые поступают нам от органов местного самоуправления, от банков, от застройщиков, то здесь также у нас система электроники набирает обороты. Вот если, например, в 2015 году за полгода нам поступило чуть более 500 пакетов всего-навсего заявлений в электронном виде, то в 2018 год уже 52 тысячи пакетов. То есть вот рост получается во сколько раз? В 100 раз. Елена Владимировна, ведь это огромная, колоссальная просто нагрузка на специалистов многофункциональных центров. Будут ли успевать специалисты-регистраторы обрабатывать такой вал документов? И не понадобится ли новая рабочая сила? Хватает ли кадров? Вот если документы поступают в электронном виде, то они минуют МФЦ. Поэтому говорить о нагрузке на МФЦ, они работают только с бумагой. Наши государственные регистраторы, они уже приучены к работе в таких вот коротких сроках, так скажем, поэтому успеваем. Более того, в прошлом году мы запустили правительство Сбербанком совместной, по которому у нас регистрация проводит в течение двух часов. И мы эти сроки выдерживаем. Как скоро сможет клиент получить весь финальный пакет документов? Насколько ускоряет вот такая система получения документов? Срок регистрации один рабочий день. Поэтому если сегодня нотариус документы подает, например, завтра мы их получаем, в течение суток регистрацию проводим, мы сразу отправляем документы, готовые нотариусу, для выдачи заявителей. А когда это было не в электронном виде? Сколько требовалось времени? Значит, у нас сроки, если бумажные пакеты через МФЦ, 7 рабочих дней, 9 рабочих дней, в зависимости от категории пакета. Кадастровый это учет, регистрация прав. То есть срок больше, конечно. Хотя по факту, вот это сроки по закону я назвала сейчас, а по факту у нас сроки 4-5 рабочих дней для бумажных пакетов. Для нотариусов нагрузка увеличилась? На цене услуг нотариуса это не скажется? Нет, потому что подача документов, это бесплатно ими осуществляется. Более того, в плане нагрузки, мы в свое время обучили всех нотариусов края, работе с порталом, давали поручения нашим сотрудникам во всему краю, поэтому нотариусы готовы. И вот на последней нашей рабочей встрече они выражают готовность к нашему взаимодействию именно в электронном виде, потому что ногами ходить как-то не хочется. Согласна с вами, спасибо вам большое за разъяснение. Будем надеяться, что действительно процесс подачи документов ускорится и станет легче для жителей. Мы сегодня беседовали с Еленой Бандуровой, заместителем руководителя управления Росреестра по Алтайскому краю, говорили о том, как сделать процедуру подачи документов в МФЦ проще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова